Встреча в Зум посвященная 104 годовщине независимости Килики. Ушел из жизни депутат Республики Западной Армении Ара Пахреванян. Вышел в свет 37-й номер еженедельника «Вестерн Армения». Рука погромщиков добралась до мемориального источника, посвященного героической освободительной битве в Шуши, омбудсмен культуры Айка. Каро Габриэлян – константинопольский деятель армянского происхождения, подвергся нападению турецких расистов. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 27 июля встречу выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Арменой Саакян, представив встречу в Ереванском офисе Западной Армении с перемещенными в результате конфликта коренными жителями Арцаха. Президент Республики Западной Армении Лидия Маркусиан подчеркнула важность коренных прав и совместной борьбы с Западной Арменией и арцахцев. Президент также представила подробности встречи в Организации Объединенных Наций с участием президента Арменака Абрамяна, где обсуждались вопросы коренного населения, прав и языков армян Западной Армении и арцаха, призвав арцахцев в единственную борьбу за свои права. Пресс-секретарь также отметила визит делегации Республики Западной Армении в музей-институт геноцида, где президент Национального совета Республики Западной Армении Арменак Абрамян отставил запись в книге почетных гостей. 4 августа 2024 года в Ереванском представительстве Западной Армении состоялась зум-конференция, посвященная 104-й годовщине независимости Киликии. В мероприятии приняли участие президент Республики Западной Армении Лидия Маркусиан, президент Национального совета Арменака Абрамян, депутат Национального собрания Вазген Сиселян. Президент Лидия Маркусиан осветила историческое прошлое Киликии, подробно рассказав о пути к независимости, подчеркнув важность борьбы за освобождение Киликии и ее значение для армянского народа. Президент Национального совета Арменак Абрамян выступил на французском языке, представив историю Киликии французской аудитории, отметив необходимость проинформировать европейское и мировое сообщество о генитидальных событиях 1920-21 годов, проведенных кемалистами против армян, подчеркнув исторические события, сыгравшие важную роль в становлении независимости Киликии. Депутат Национального собрания, командир операции Ван Вазген Сиселян отметил трудности, преодоленные армянским народом в борьбе за освобождение, подчеркнув важность единства в этой борьбе, выразив надежду, что следующую годовщину независимости Киликии удастся отметить на родной земле Киликии. Президент Республики Западной Армении Лидия Маркусиан поблагодарила присутствующих, пожелав единства и сил для продолжения пути к независимости. Ушел из жизни депутат Национального собрания Республики Западной Армении Ара Пагливанян. Поражаем соболезнования родным и близким, терпение и сил. Ара Пагливанян достиг множества успеха за свою короткую, но очень насыщенную жизнь. Преданность и трудолюбие Пагливаняна всегда были примером для окружающих. Утрата Пагливаняна – большое горе как для семей, так и коллег. Память об Аре Пагливаняне навсегда останется в наших сердцах. Вышел в свет 37 номер еженедельника Вестерн Армения. На обложке нового номера еженедельника Вестерн Армения изображена гора Арарат – высочайшая вершина армянского Нагорья. Священная гора Арарат расположена на оккупированной Турции территории Западной Армении. В новом номере представлены исторически интересные факты. Российский указ 1917 года, который признал право армян на самоопределение. Детализированные переговоры и соглашения по Западной Армении 1919-1920 годов. Создание Национального совета армян Западной Армении в Шуши в 2004 году. Декларация прав коренных армян Западной Армении в Степанакерте в 2007 году. Создание правительства Западной Армении под руководством Армянака Абрамяна в 2011 году. В 37 номере еженедельника можно ознакомиться с очередным заседанием Национального собрания и правительства Республики Западной Армения. Речу официального представителя правительства с культурными и общественными темами. Армянскую, английскую, французскую и турецкую версию в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Представляя исторические факты, еженедельник Вестер Армения продолжает свою миссию на благо армянского Нагоря, защищая права коренных народов. Обудсмен по культуре Айка Овик Аванеса выступил с заявлением касательно погрома в Баку в оккупированном Арцахе. На обратной стороне медали не мир. Бакинские преступники на государственном уровне уничтожают все армянское. На этот раз жертвой варваров стал мемориальный источник, посвященный братьям Вану и Вартану Гаребяном в Шуши. По мнению культурологов, в оккупированном Баку Арцахе продолжает программу уничтожения армянского следа. К сожалению, соответствующие механизмы наказания не действуют. Один из известных представителей армянской общины Турции, оккупированный в Западной Армении, Каро Габрилиан подвергся нападению со стороны турецких расистов в одном из магазинов на острове Клылада, расположенной в западной части Турции на Мраморном море. В результате Габрилиан получил переломы и многочисленные синяки на лице. В связи с произошедшим в полиции возбуждено дело, которое вскоре будет передано в прокуратуру. Инцидент не остался без реакции. Ряд гражданских организаций проводит акции, выражая свой протест. Церковь Сурб-Уванес в районе Гедык-Паша осудила это нападение. Инициативная группа района Хейбилиада и Габрилиан представили подробности инцидента, отметив, что за последние два года подобных случаев стало больше. Армянский патриарх Константинополя Саак II посетил Габрилиана и выразил свою поддержку. Армянская община Константинополя и мэр Али Эрджан Ак-Пулат осудили нападение, подчеркнув, что преступники будут наказаны. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, Вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...